Слава Богу! Куда хотите сесть? Ну, давайте сюда все. Подождите, мы сейчас сперва помолимся. Варечка, встаем, помолимся. Пашенька, сперва помолимся. Он святой. Молимся, Петя. Господи Иисусе Христе, Сыне Божьем, благослови наше занятие, прибудь с нами в этот час. Коснись, Господи, сердец людей, детей наших. Даруй им, Господи, веру, слышание слов Евангелия. Прибудь, Господи, с ними и доведи нас всех до Царства Твоего Небесного путями, какими Ты сам знаешь. Доводит на все не наша воля, но Твоя. Слава Тебе за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Сладитесь, Ребята. Опа, садись. Борюшенька, садись. Борюшенька. Так, вознождание, один листочек, и один валидам, и один пиде. Пока Тебя Натя с нами идет, карандашами у нас ни одного. Да, она подъедет, да? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Да, она подъедет, а пока что мы с вами немножко повторим то, о чем Вы разговаривали на прошлом уроке. На прошлом уроке было задание нам почитать или выучить хотя бы молитву оптинских старцев. Ну, я так понимаю, кто-нибудь, хоть, Огнёш, ты там пыталась что-то учить, но это так как-то не пошло. Будете... Ручки не надо маленьким давать. И еще было предложено Игнатием Тихоновичем два места из Писания. Подумать, выписать их и подумать над них. Вот мы выписали в тетради, давайте прочитаем. Проходите, девочки, садитесь, как вам удобно. Сейчас мы, девочки, вспомним те места из Писания, которые предложил нам Игнатий Тихонович подумать над ними, поразмышлять. Вы записывали? Все, давайте тогда. Тарас, прочитай первое место из Писания, которое ты выписал. Иоанн... Что такое Иоанн? Что это, Иоанн? Руки поднимаем. Иоанн Гелия Тиана, 14 глава, 6-7. Вот, зачитывай. Иисус сказал ему, я есть муть, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Вот. Я есть муть, истина и жизнь. Вот как вы думаете, что это? Что вот Христос сказал, я путь, истина и жизнь. Путь куда? Правильно. Да, в Царство Небесное, прежде всего, конечно. Не путь в школу, не путь в магазин шаговой доступности. Путь в Царство Небесное, путь в жизнь вечную. А что значит истина? Я есть путь, истина. Истина какая? Ну, кроме Огнюши, кто-нибудь еще знает? Ну, какая истина? Как вы думаете? Не обязательно именно вы правильно скажете. Скажите неправильно. Истина христианства. Руку поднимаем. Истина христианства. Истина христианства, ты считаешь, Огнюшка? Правда о Христе. Правда о Христе. Ну, какая истина? Оливечка, предположи, ты. Я есть истина. Христос сказал. Но люди же ищут какого-то спасения, чтобы жить не просто так. Ищут смысл жизни. И этот смысл, наверное, я думаю, как бы он же в Боге, он и в вере. Так. Христос и сказал, Я есть истина. То есть не стоит искать других каких-то истин. Ведь существует много там, как говорится, конфессий. Когда Тихач говорит, много сект. Не надо назвать так. Конфессий сект существует. А Христос один. Одна вера, одна церковь. Вот Христос и есть та истина. А что значит Я есть жизнь? Подожди, подожди. Хочешь, Поля, сказать? Христос сказал, Я есть путь, истина и жизнь. Как ты думаешь, что такое? Я есть жизнь. Своими словами прям, как думаете? Ну, давай-то раз. Жизнь после смерти? Я есть жизнь после смерти. А при твоей плотской жизни Христос не есть жизнь? Ну, Агнеша? Он сказал, я в виду, типа, Я есть жизнь, праведная жизнь. Так, еще какие есть предположения? Жизнь, ведущая к Богу, к вечной жизни. Жизнь, ведущая к вечной жизни. Ну, давайте сейчас с вами прочитаем толкование на это место. Я его нашла. Евангелие Теана, 14 глава, 6 стих. Иисус сказал ему, Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. А вот давайте еще немного порассуждаем. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Как вы вот себе понимаете? Леонида. Отец, это кто? Это Бог. Это Бог. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Никто не приходит к Богу Отцу, как только через Сына Иисуса Христа. Что это имеется в виду? Ну, Агнеша? Ну, это через Иисуса узнать все христианство и потом к Отцу Небесному прийти. Так, еще какие есть предположения? Ладно, не стану вас больше мучить. Давайте почитаем толкование блаженного Феофилакта, самое распространенное толкование на Евангелии. Христос желает показать, что следовать за Ним удобно для них и приятно. Для кого для них? Для учеников. Для учеников, для людей. Мы тоже есть ученики Христовы, если мы принимаем Его учения. Христос и Его учения. Мы принимаем Его, мы Его ученики. Вот сейчас мы на занятиях по изучению Христового учения. Христос желает показать, что следовать за Ним удобно для них и для нас и приятно, объявляет, куда Он идет и какой путь. Идет Он к Отцу, а путь есть Сам Он, Сам Христос. Если путь есть М Я, то Вы через Меня без сомнения взойдете к Отцу. Я не только путь, но и истина. Посему Вам нужно быть бодрыми, потому что Мною не будете обмануты. То есть, все, что Христос сказал, то, что мы читаем в Евангелии, все это истина, все это сбудется, те обещания, которые Христос нам давал, что по отшествии из этой плотской жизни мы будем наследовать по своим поступкам либо Царство Небесное, либо Гиену. Гиена – это огонь вечный, неугасимый. Не будете обмануты Христом. Я еще и жизнь. Посему, если и умрете, смерть не воспрепятствует Вам прийти к Отцу. Итак, бодрствуйте, ибо всякий через Меня приходит к Отцу. Только через Христа, только через веру во Христа, принятие Христа как Сына Божия, принятие Его спасительной жертвы, искупительной жертвы, кто это принимает, кто в это верит всем сердцем, всем своим разумением, всей душой, тот приходит к Отцу через Иисуса Христа. Сейчас, Натя, дочитаю немного. И как в Моей власти, во власти Христа имеется в виду, приводить к Отцу, то Вы, без сомнения, придете к Нему. Ибо прийти туда и невозможно иным путем, как только мною. Ну все, Надя, продолжай дальше. Все, повторили. Мы повторили стихи, да, повторили домашние. Молитву. Я не выучил? Мы пытались на Иисусе выучить, но так и так. Ты что, не выучила? Читали. Читать читали. Ну, как бы, церковь нас не обязывает молитвы учить на Иисусе. Приклеили ее, нет? А, прям написали? Молодцы. Переписать это даже... Еще лучше. Пока пишете, уже запоминаете. А ты как сделала? Приклеила? Вы же ее учили. Забыли что-то? Я уже сама выучила. Ну, я же вам уже... Ну, я дома вам давала. Так. Фрося что-то не всем раздала, моим не раздала. Оказывается, здесь я звоню, да, говорю, что не раздала? Я же ей олиц... Ну, а она говорит, ну, я там на полочку положила, ну, кто был, я говорю, нет. Ну, так и не ответится. Кстати, дроботы написали на СМС-ку, дроботы. У них там замело их, и они мне написали, что они дома будут молиться, не пойдут никуда. Ну, что идти нечищено там, это вот полтора километра по сугробам идти, и вот это вот ни одной дорожки утром никто, конечно, воскресенье не почистит. Вот. Я вам, знаете, что хотела? Мы уже большинство тем прошли по истинному православию. Вот в прошлое воскресенье, в прошлое воскресенье был день общины. Не шурши, тихонечко разспрашивай. Был день общины. То есть день образования общины. То есть у нас не просто церковь, вот в городе Барнауле есть сколько, примерно 10, да, церквей. Может быть, даже сейчас уже больше, потому что есть небольшие храмы, открываются часовни. И вот при церквах существует приход. Приход. И из постоянных прихожан, которые постоянно ходят только в этот храм, как говорится, окормляются у одного и того же священника. они между собой, постоянные прихожане, образуют общины. Они регистрируют эти общины тоже. То есть камер самые... Ты или рисуй, не рви домашки. И вот, но еще до того, как даже стали регистрировать эти общины в других храмах, уже была наша община. Может быть, по нашему примеру, может быть, сами до этого додумали, что не просто приход, вот сколько-то человек приходит, и все. А община, люди, которые объединились, что-то их объединяет, собрались община. От слова «общее», да? Общее дело какое-то их объединяет. Так вот, почему именно вот зимой? Вот здесь вот есть кратко община, краткий рассказ, то есть вы должны понимать, вы же выросли, родились, и всю свою жизнь, даже не большую часть, а всю свою жизнь провели здесь в этой, в этом храме, и именно в этой общине, не только в храме. В храмы можно ходить во много храмов, может быть, какие-то где-то поближе к дому, где вы были на службе, может быть, даже присутствовали, но община здесь. А организовалась она, то есть было собрание общины зимой, 19 января 1991 года. Еще даже до официальной регистрации было собрание, собрались, создали протокол общины, и на основании этого протокола потом общину зарегистрировали. Очень была сложная регистрация. Игнатий Тихонович, вот он, посмотрите на него, уже здоров, еще можете подойти, потрогать его. Он является основателем этой общины, то есть это была его идея. И здесь подробно описывается, почему именно решили создать отдельную общину. Есть куча храмов, как можно было ходить, как и ходили 10, 20, 30 лет до этого в другие храмы. Потому что видели, что в других храмах невозможно создать, собраться отдельно, чтобы не было хождения в храме, чтобы соблюдались каноны, чтобы не было продажи нечистых свечей, чтобы вообще не было торговли в храме. И сколько бились, пытались, не получалось. И даже я тут прочитала, что были мысли о том, что, например, передать общине храм Никольский, да, Никольский и Крестовозвиженский, где сейчас планетарий находится. Крестовозвиженский храм там в парке находится. Но это вообще было нереально. Тогда же ведь все храмы в советское время, в безбожное время, когда безбожная власть, была у власти безбожная партия, вот гонители христиан, когда храмы закрывались, колокола снимались. И вот, допустим, в Никольском храме был клуб, клуб там, в прилетном училище, там был клуб. А вот в другом храме открыли планетарий, еще в каких-то храмах, вот, например, храм в Петербурге, там вот такой красивый, нет, этот, мозаикой выложенный, на крови-то, который спас на крови, но он, по-моему, по-кровски на самом деле называется. Там было овощи хранилище, в годы войны там морг был, ну туда вот, в Акаду туда, там холодно было, туда просто трупы со всего города свозили. То есть храмы использовали не под назначение, даже не музеями их делали, а просто вот под какие-то нужды. Вот, такое сквернение шло святынь. И когда вот их в 90-е годы как раз начали передавать, вот церковь пыталась их вернуть, чтобы опять там храмы были. Вот именно в это время, когда в январе 91-го года прошло собрание, и вот я посмотрела, первые 7 членов общины, 7 человек, вот из них 5 человек сейчас ходят в наш храм. И 2 здесь только нету, из этих семи только 2 их, но это не значит, что они ушли из общины. Это баба Валя Конева, которая умерла, старенькая-престаренькая бабушка, она уже у нас была, ей было больше 90 лет. Она не является членом общины, потому что умерла. И вторая, мама Виктора Андреевича, тоже она уже умерла. То есть все те 7 человек, это такое, как говорится, основа общины, они до сих пор все здесь. Хотя потом приходило, уходило, десятки людей приходили в общину и уходили, а вот те 7 человек, они остались. Я хотел сказать Валентину Павловну, вы к себе придумайте, вот так вот, вот такая вот маленькая девочка, она была. Даже меньше, ей было 8 лет. 8 лет побольше. А это 10. Ну вот, были сосны в Нарым. Их выгрузили на берег, мороженый, ни инструментов, ничего нету. Закапывать людей не могли, а просто в кучу складывали, а потом уж летом советская власть вымаривала тех, которые хорошо работали, узнавали, у тебя лошадь есть, кто-то работал, все отбирает, а его ссылают в Нарым. И она подробно все рассказывала, мать ее, Мария Ивлампевна. Я записал на магнитофон, и там в 12-м томе все записано как. И она оттуда бежали, когда все уже умирали, и она с тремя ребятишками, одна была 10 лет, Валентина как раз, они 700 километров тайгой шли, только чтоб с людьми не встретиться. Там без слез нельзя слушать. Это прошлая власть, которая была. Как они прятались, как, что они видели, как здесь пришли, здесь там принятых ловят. И ни за что, совершенно ни за что. Она в шахте работает, вода течет, у ней фурункулы, только вар этот нагреет и прикладывает к ним. А муж, она, Валентина Павловна, отец-то Павел, и он тоже здесь как бежал, и его так захватили, и так и помер. Он заболел, у него там отеки пошли, и так он помер. Он успел до дома добежать, и тут от болезни уже здесь умер. Там, вот могу вам показать, прочитать даже можем потом все вместе, этот рассказ очень интересный. Именно показывает, как жили тогда, это было еще, это до войны еще было. Вот как людей ссылали, это ссылали они живы остались, а кого-то сразу расстреливали. Вот моего прадедушку в 1937 году, 28 августа расстреляли, я нашла документы, в интернете выложены, сейчас ничего этого не скрывают. И я все думала, что такое ВМН? ВМН, ВМН. Потом поняла, высшие меры наказания, там все, ВМН, ВМН. То есть их расстреливали. Высшие меры наказания значит расстреляли. Хотя семья все ждали, что они вернутся. Вот. И вот когда эта власть закончилась, произошел развал союза, государства, и разрешили регистрировать христианские объединения разные, то тогда именно вот в этот момент и была попытка, и она улучшалась успехом, зарегистрировать общину, но зарегистрировали ее уже 6 декабря 1991 года. То есть собрание прошло в январе о создании общины, а зарегистрировали почти через год общину, вот потому что это было очень сложно. Здесь написано, что в нативности только 32 раза в юстицию ходил на приемы, чтобы его общину вот тут зарегистрировали. И я тут статью написала, когда было 10 лет общины. Так вот, что такое община? Взяли устав, устав взяли стандартный, но в нем внесли изменения. Тут есть момент такой, что внесли одно изменение, такое вот изменение, что там было, кто заведует продажей свечей, свечей в церкви, то заменили, подправили эту фразу. Староста следит, чтобы не допускать никакой продажи, в том числе и свечей. Понятно? То есть убрали этот пункт, а пункты по уставу изначально взяли нормальный устав в синоде, то есть взяли устав, и это был первый устав общины при создании. Затем правила и устав был расширен, у нас правила поведения в храме висят на стене, а устав есть у секретаря, устав нашей общины. То есть есть приходы, приходы, особенно большие храмы в городах, когда приходят очень много людей, от слова приходят, уходят, их можно назвать прихожанами. Наверняка среди ваших одноклассников есть люди, которые говорят, а мы тоже в храм ходим. Ну спросишь, как ходите? Вот у меня на работе тоже есть. Ну как ходят? Вот было благовещение, мы все за святой водой они ходили. Потом они ходили... Богоявление. Ой, Богоявление, да, Богоявление. Вот потом мы ходили на Пасху, и даже ночную, говорит, отстояли. А потом еще, когда внук родился, они ходили, покрестили его. И еще когда болел кто-то, сходили, тоже свечки поставили, сильно болел, уже не знали. Пошли и в церковь сходили, но заодно еще и бабки сходили. В общем, бабкам. Бабки, шептуни, колтуни, как там, ведуни, целительницы, у них у всех вот такие вот подобные названия. То есть, если в церковь не поможет свечка, то еще и бабки сходить. Вот эти люди, как вот вы считаете, это настоящий приход общины от того храма, в который они ходят. Или это, как их называют, прохожане. Не прихожане, а прохожане. То есть, есть люди, прохожане, которые время от времени иногда, иногда ходят в храм. Я вот прочитала такую статью недавно, и там одна, какой-нибудь такой крик души написала, что... И прямо очень сходится, что она говорит, какие православные. Вы о чем? По-моему, в одноклассниках было выложено, что, конечно, кто ходит в храм, вы их называете фанатики. А вы-то уж настоящие православные. Вы-то целых три раза в храме там за год были. То есть, и очень так говорят, я вообще в храм хожу, у меня иконка даже в машине висит. То есть, ну, это очень крепко таки верующие православные. Икона у них, и они там три раза в храме были. Ну, то есть, понимаете, при этом это им не мешает во грехе жить, в этом не мешает... Там ни посты не соблюдают, как правило, ничего. Но они себя считают православными, а, допустим, нас, кто ходит в храм, каждое воскресенье не пропускают, соблюдают посты, они называют фанатики или еще там как-то там... В общем, как-то пытаются оскорбить. Так вот, знаете, хотел собрать людей, верующих, чтобы не нарушались каноны, чтобы все вместе молились, чтобы не было хождения в храме, чтобы не было торговли в храме, и понял, что в других храмах это организовать невозможно. Это уже к тому времени десятки лет верующий был, и понял, что создать невозможно. Все попытки ни к чему не привели, а получилось это только в девяносто первом году. А вот почему назвали наш храм, когда вот уже и нашу общину, крестовозвиженской, почему назвали, как вы думаете? Крестовозвиженской. Вот есть такой праздник, крестовозвиженский. Знает, руку поднимает. Я знаю. Потому что Игнатий Тихонович, основатель наш, он родился свыше 27 сентября 1962 года в Венскосе, по-моему. Если я не ошибаюсь. Так, сейчас. Что его встретил Христос. Да, что он получил Евангелие, уверовал во Христа 27 сентября. А 27 сентября мы празднуем День крестовозвижения, праздник такой православный, когда там царица отправила экспедицию, нашли крест, подтвердили, что это тот самый крест, там было чудо явлено, что это крест именно тот, на котором был распят Христос. Это было спустя всего несколько веков после распятия. То есть еще можно было отыскать. Не так давно, как сейчас, например, 2000 лет, там бы уже ничего не нашли. Уже бы все в земле сгнило, а тем более крест деревянный. И вот этот праздник крестовозвижения празднуется он, и мы его до сих пор празднуем, 27 сентября. Он наш теперь престольный. А назвали его, потому что вот этот день был близок для Игнатия Игнатия, потому что он уже по Евангелию уверовал 27 сентября. А еще потому что был до этого, до образования общины, задолго до образования общины, был лагерь православный. И там они каждый год приходили, приезжали, ставили высокий шестиметровый крест, шесты связывали и ставили крест, и воздвигали, и даже стали называть этот лагерь крестовозвиженский, потому что приезжали, первым делом крест ставили. И вот по аналогии уже лагерь крестовозвиженский стали называть общий. Но потом уже лагерь встал в честь... Тут что интересно, мы хлопотали сначала за, где находятся планетарии, но никто не знал, как церковь называется, нигде. И оказалось, что она крестовозвиженская была. Так это не все. В Барнауле была старообрядческая община, и там был Чучалин и Игнатий Тихонович, настоятель. Я даже Игнатия ни разу в жизни не встречал, а чтобы Игнатий да Тихонович, это прям прямое указание. Так он был настоятелем в этом крестовозвиженском храме, нет? Да, здесь так написано. Да, там-то храм называется Свято-Анфимовский. Вот, видишь, другой. Где? Потеряй в какие-то. Нет, нет, вот написано, что в Барнауле действовала старообрядческая, старообрядческая крестовозвиженская община. До расстрела ее священнослужителей там было 672 человека, то есть записывались, переписывались всех прихожан и знали точное количество. 348 жили в Барнауле, но остальные, значит, с районов приезжали. Община была зарегистрирована 28 мая 1908 года. Церковный совет состоял 8 человек. Церковный совет, который решает основные вопросы в церкви. А иереем был Игнатий Тихонович Чучалин. В плане вопросов. И главное, старообрядцы, и мы старообрядческие корни-то все. А можно по-современному. Вот смотрите, сейчас как раз вокруг планетария идет спор. Хотят же его отдать. А я теперь думаю, если это старообрядческий храм, почему его в московской педагогрихии-то отдают? Ведь не старообрядцам его отдают? Ладно бы отдали старообрядцам. А то МП... Старообрядцы, наверное, не просили. Ну нет, ну сам факт. Его же хотят жать надо. Они построили свой храм-то, они очень долго строили его, много лет. Да понятно, но они что-то могли бы за свой повоевать хотя бы. Ну, грубо говоря, повоевать. Я с тобой согласна. Однако же нет. Все, вот вчера буквально статья была о том, что этот храм планетарий... Документ передали митрополиту Сергию, фотография с Дудиным, и что в течение двух лет переход будет два года. То есть это пока подыщут здание другое для планетария, их оттуда выселят потихонечку, и там будут церковь, обратно вернут ее. Вот. Так что вот такая история общины, в которой вы находитесь. Понятно? Уже запели или... Все, тогда раз запели, вам надо вот этот стих. Запишите себе домашнее задание. Матфея 12, 36, 37. Там два небольших стиха. Ну, вот ручка. Никишик? Никишик выбирает. А там, я же такой вот коробочка, я вам покажу, где стоит. Специально я принесла ручки для воскресной школы. Матфея, списать надо, потому что новую ручку пишу. Матфея. Матфея записали, да? 36, запиши цело. 36, 37. Говорю уже вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день в судах. Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. То есть как важно подходить к каждому слову, которое исходит из ваших уст. Уз роботов все нормально, их нет? Все нормально, замело их, они дома остались. Прошел снегопад, а им идти полтора километра нечищенные дороги, они остались дома. Я им написала, тогда молитесь одновременно с нами, с той же дома. Вставайте на молитву. Не спите. Да, не спите, да, Вера. Тоже молитесь, раз они во власе, они поют. Лилия, отдайте, что она прикинула поможет. Пошли уже. Да, 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 все, идите. Вы хоть поклон сделайте всегда, поблагодарите Бога. Молитвы за... Мы сейчас идем на молитву. Ничего, ничего, вы сами для себя. Господи, благодарим тебя за то, что ты нам способил нас здесь всех собраться, позаниматься. Слава тебе, Господи. Все. Аминь. Аминь. Потихоньку, не помочь. Потихоньку. Потихоньку. Тихо. ПОЮТ. 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 Благослови, Господи, все дела Его, на святом месте Владычества Его. Благослови, Душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое Его. Благослови, Господи. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Благослови, Сыну и Святому Духу. Благослови, Душа моя, Господа, Господу, Господу, в животе моем. Благослови, Господи, Господи, в моем доме же есть. Не надейся на Князя, на Сыны Человеческие. У них же не спасение.